Вершки, корешки плюс фантазия мастера и вот причудливые деревяшки оживают. Такие миниатюры еще называют лесной скульптурой. У автора этих работ есть традиция. В преддверии Нового года Артем Иванович делает ревизию своих многотысячных фигурок и находит нужный символ года. Собак в коллекции оказалось больше десятка. Лабрадор, такса, дворняшка, есть в экспозиции и доисторический пес. Глобального вмешательства в естественную красоту лесной находки мастер не приемлет и, как говорит сам, не лишает природу ее авторских прав, а лишь по-своему подчеркивает ее замысел. Одному псу Артем Иванович нарисовал глаза, другому приклеил ухо. В итоге каждая собака не похожа на предыдущую. Так переплетенные корни с корягами и становятся декоративно-прикладным искусством. Если резьбой по дереву делать, то можно их много нарезать красивых, вымышленных. А это вот природа, как показала, она единична и по втору ей уже как бы нету нигде. Собаки это друг человека. Значит, Новый год должен быть дружеским, хорошим, перспективным. Мои собаки, они все добрые, домашние и дворовые уже, проученные класски. Дерево в его руках оживает. Так про Артема Эксузиана говорят вот уже полвека. Корнепластика он увлекся в 69-м году. Говорит, уже достаточно одного взгляда, чтобы определить, что получится из найденной ветки. В итоге в мастерской самобытного мастера самые разнообразные скульптуры. Здесь можно найти и всем знакомых зверей, и мифологических персонажей. Есть в коллекции и сюжетная корнепластика, то есть фигуры со своей историей, как, например, у этой пары танцоров. Свои знания и умения Артем Иванович хотел бы передавать подрастающему поколению. Школьники – частые гости в гараже корнепласта. Что-то подкрасят, где-то приклеят. Так порой и становятся соавторами работ. Может, той энергии, как в молодые годы мог бы километрами ходить и по берегу искать, может, этого нет. Но все равно я нахожу и себя загружаю. И мне кажется, что это мне продлевает жизнь.